Срезано фрезой асфальтовое покрытие на площади Ленина. Продолжаются вырезки и на всем протяжении улицы Шмидта. Так специалисты готовят дороги под асфальтирование, либо ямочные, либо большими картами. Например, на улице Широкой уже заасфальтирован большой участок проезжей части, от храма до конца улицы, где автобусная остановка. Рассматриваются варианты устройства с одной стороны Широкой, тротуара для безопасности пешеходов. На улице 8 марта и дальше с поворотом на Буровую в микрорайон Хотова, где еще недавно даже грузовики проезжали с трудом свежие асфальтовые заплатки. Приведена в порядок обочина, на ней убраны навалы земли и подпилены разросшиеся деревья и кусты, чтобы не закрывали видимость водителям. Одним словом, вовсю идет реализация второго этапа сезонного ремонта дорог. Первые результаты проверил руководитель администрации района Алексей Валов. Сдавал работу начальник дорожного управления Максим Пчелкин. Удовлетворительное качество. Все в том, что пошел этап ямочного ремонта, применяют технологии, которые повышают и качество, и себестоимости достаточно подходят для нас. Здесь бюджет. Исходя из этого бюджета, у нас есть возможности выделять со финансированием из правительства Московского, с ГУДХ, необходимые средства и проводить и текущие ремонты, плановые и капитальные. Обязательно мы видим в моем финансировании, чтобы в этом году не осталось ненормативных дорог. То есть ямочный ремонт пройдем везде. Инспектируя дороги, Алексей Валов поделился с молодым коллегой своим опытом. Посоветовал заливать битумной смесью не только крупные продольные ямы, но и более мелкие повреждения, чтобы сберечь дорожное полотно на следующий сезон. Именно мелкие трещины часто являются причиной больших разрывов в дальнейшем асфальтового покрытия. На втором этапе запланировано отремонтировать 2250 квадратных метров дорожного полотна. 10 улиц ремонтируются с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области. Также ожидается подключение к работам финансов в рамках областной программы восстановления военных городков. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».